Жизненный путь Елены Петровны Бловацкой в фотографиях и иллюстрациях. Введение. Давайте начнем наш обзор со знаменательного имени Бловацкой. Ее назвали Еленой в честь матери. Таким образом, полное имя ее матери Елена Андреевна фон Ганн. В России принято использовать имя отца в слегка измененном виде в качестве отчества. Ее отчество Петровна означает, что она является дочерью Петра Алексеевича фон Ганн. Елена Петровна родилась 12 августа 1831 года. И ей было всего 18 лет, когда она вышла замуж за Никифора Васильевича Бловацкого, 40-летнего государственного чиновника в Джелла Лагли, 7 июля 1849 года. Фотографии мужа Елены Петровны и ли вице-губернатора Бловацкого не сохранилось. Ниже мы приводим краткую информацию об отце Бловацкой, Петре Алексеевиче фон Ганн, годы жизни 1798-1873, который был капитаном артиллерии и впоследствии получил звание полковника. Он был сыном генерал-лейтенанта Алексея Густавовича фон Ганн и графини Елизаветы Максимовны фон Прёпсен. Сестра Елены Петровны Вера считала, что Елена унаследовала свои курчавые волосы и свой живой характер от бабушки по отцовской линии, графини Елизаветы. Семейство фон Ганн принадлежало к древнему графскому роду из Мекклебурга, Ганн фон Роттерштерн Ганн, одна ветвь которого эмигрировала в Россию в 18 веке. Дед Елены Петровны был генералом армии Суворова, который выиграл битву под Сен-Готтардом в Альпах. Он был назначен командовать Цюрихом в Швейцарии во время оккупации. Родословная Елена Петровна Председательствующий сенатор Евгений Фёдорович фон Ганн, двоюродный брат отца Елены Петровны Петра Алексеевича фон Ганн, как председательствующий сенатор Сената России, был влиятельной фигурой в комиссии по государственной собственности. Его дочь Евгения была судьей в суде присяжных. Генерал Александр Фёдорович фон Ганн, брат Евгения, женат не был, двоюродный брат отца Елены Петровны Петра Алексеевича фон Ганн. Генерал Дмитрий Карлович фон Ганн, также двоюродный брат отца Бловацкой. Дмитрий был генералом пехоты, создателем и командующей 1-й российской пограничной бригады, человеком многих достоинств и доверительным советником трёх императоров. Его дочь Лидия Дмитриевна фон Ганн была матерью Бориса Дыцеркова. Теперь обратимся к предкам Бловацкой по материнской линии. Андрей Михайлович Фадеев, годы жизни 1789-1867, тайный советник. Одно время он был губернатором Саратовской губернии. Затем в течение многих лет служил директором Кавказского управления государственных земельных ресурсов и был членом совета при Наместнике на Кавказе. Когда он был губернатором и жил в Саратове, Елена Петровна и её сестра Вера переехали на проживание к нему после смерти их матери в 1842 году. Перед этим они уже проводили одну зиму в Саратове в 1839 году. Её бабушка по материнской линии была княжной Елена Павловна Долгорукова, годы жизни 1789-1860. Это именно она имела огромное влияние на уровень образования и воспитания своей внучки. Княжна Долгорукова происходила от древней ветви князей Долгоруковых. Она была дочерью князя Павла Васильевича Долгорукова в годы жизни 1755-1837 и генриеты Адольфовны де Бандре-Дюплесси, умершей в 1812 году, происходившей по французской линии. Бабушка Блаватской по материнской линии была очень необычной женщиной. Она была знатоком в истории, в естественных науках, археологии и в нумизматике, то есть в монетах и медалях. И у неё были несколько очень ценных книг и коллекций по этим темам. Она прекрасно рисовала и свободно говорила на пяти языках. Княжна Долгорукова вышла замуж за Андрея Михайловича Фадеева в годы жизни 1789-1867, который служил тайным советником и одно время был губернатором Саратовской губернии. И впоследствии много лет служил директором департамента государственных земельных ресурсов на Кавказе и был членом совета при вице-правителе Кавказа. Первой дочерью княжны Долгоруковой была мать Елены Петровны, которую назвали Елена. Она вышла замуж за Петра фон Ганн в 1830 году в возрасте 16 лет. Её вторая дочь Екатерина вышла замуж за Юлия Витты. И их третий сын был Сергеем Витты, который в своё время стал премьер-министром России. Генерал Ростислав Андреевич Фадеев в годы жизни 1824-1884 женат не был. Сын и третий ребёнок Андрея Фадеева, соответственно, дядя Бловацкая. Он был генерал-майором артиллерии, помощником госсекретаря Министерства внутренних дел и автором многих выдающихся работ по военной стратегии. Это был генерал, которого упоминал Махатма Мория в письме номер 39, адресованному Синету, в котором он спрашивал о Бловацкой у Ростислава. Надежда Андреевна Фадеева, годы жизни 1829-1919, дочь и четвёртый ребёнок Андрея Фадеева. Она была тётей Бловацкой и была всего лишь на два года старше её. Она несколько лет была членом Совета Теософического общества. Замужем не была. Определённый интерес и важность представляет из себя тот факт, что Надежда Фадеева была получателем самого первого письма от Махатмы, так как оно было получено в 1870 году, за пять лет до создания Теософического общества. Также её трижды посещал Махатма Мория. Факт этих посещений стал известен Синету, что можно видеть по отрывку письма номер 39, писем Махатм Синету, страница 253-254. Одесская старая леди, Надежда, очень жаждет вашего автографа, автографа великого и знаменитого писателя. Она говорит, что была бы весьма несклонна расставаться с вашим письмом генералу, но надо же было послать вам доказательства, кто она такая. Скажите ей, что я хозяин. Она звала меня хозяином своей племянницы, когда я посещал её три раза. Случайно сказал об этом вам, советую написать ей и таким образом снабдить автографом, а также послать обратно через Блаватскую её портреты, после того, как вы их покажете вашей жене. Ибо госпожа Фадеева в Одессе очень озабочена тем, чтобы получить их обратно, в особенности то молодое лицо. Оно её, какой я встретил её впервые, миловидной девушкой. Генерал, который упоминается, это Ростислав Андреевич, дядя Блаватской. Мама Блаватской, Елена Андреевна фон Ганн, годы жизни 1814-1842, была замужем за Петром фон Ганн. Она родилась 11-23 января 1814 года в открестностях местечка Ржищев, в Киевской губернии, где находилась поместье Долгоруковых. Воспитанная в атмосфере высокой культуры и образованности, благодаря влиянию её матери, графине Долгоруковой, Елена стала известной писательницей. Её первая работа называлась «Идеал». Была опубликована, когда ей было всего лишь 23 года. Вот названия её других книг. Утбалла, Джалалуддин, Теофания Абеаджо, Медальон, Любанька, Ложа в Одесской опере, Суд света, Напрасный дар. Она писала под псевдонимом Зинеида Рва. И великий русский литературный критик Белинский назвал её русской Джордж Сан. В своих рассказах она изображала унижённый образ женщины в России, её дней, отсутствие у них возможности получить образование, поднять вопрос крайней эмансипации. Она была первой в России, кто начал писать об этом. Она умерла от туберкулёза, когда ей было всего лишь 28 лет, в 1842 году. Елене Петровне Блавацкой в то время было всего 11 лет. Вера Петровна Желиховская, младшая сестра Блавацкой, годы жизни 1835-1896, также была автором. Среди множества её рассказов, некоторые из которых регулярно публиковались в российских журналах и в других изданиях в виде отдельных книг, были такие. Князь Ильика, маленький кавказский пленник, в татарском захолустье, легенды Кавказа, за приключениями, звёзды, рождественские истории для детей, царь и казак, расцвет весны, Ермолов на Кавказе. Также её написан библиографический очерк о своей матери Елена Андреевна фон Ганн и последний писатель «Романтик», который был опубликован в русском журнале «Русская старина». В защиту своей сестры Елены Петровны Блавацкой Вера написала целый цикл статей, которые были напечатаны в русском журнале «Ребус». Этот цикл статей носил название «Правда о Блавацкой». Елена Петровна перевела эти статьи на английский, и они хранятся в архивах теософического общества в Адьяре. Другие работы, относящиеся к раннему периоду творчества веры в России, проливают свет на историю её семьи и традиции тех времён. Одна из работ называется «Как я была маленькой». Другая – «Моё отрочество». Ещё одна работа в защиту своей сестры была написана её в ответ на недружественную книгу Соловьёва и была опубликована в журнале «Ребус» и в «Русской газете». Эта серия статей носила общее название «Блавацкая и современный жрец истины». Вот фотография Веры Петровны Желиховской, сестры Блавацкой, в поздние годы. Она очень похожа на свою бабушку. За этой фотографией следует две фото её дочерей. Первая из них. Надежда Владимировна Желиховская, годы жизни 1862-1938, которая вышла замуж за генерала Брусилова, годы жизни 1853-1926. Вера Владимировна Желиховская, годы жизни 1864-1923, также племянница Блавацкой, которая вышла замуж за теософиста Чарльза Джонстона, автора многих работ. Её вкладом в теософическую литературу был перевод книги своей тёте из пещер и дебрей Индостана. Дмитрий Карлович Ганн, который был двоюродным братом Петра Алексеевича Ганн, отца Блавацкой, женился на Ольге Васильевне Дмитриевой. Одна из их дочерей, Лидия Дмитриевна Ганн, вышла замуж за Михаила Васильевича Циркова. Их сыном был Борис Цирков, который издал сборник под названием «Собрание сочинений Блавацкой». Вместе с книгой «Из пещер и дебрей Индостана» сборник состоит из 15 томов плюс оглавления. Фотографии Елены Петровны Блавацкой. Здесь мы вам представим подборку фотографий и репродукции Елены Петровны. Первую из представленных фотографий называют «Прекрасная леди». Репродукция была сделана специальным фотографическим процессором с печатной копией, которая была впервые опубликована в книге Синета «Эпизоды из жизни Блавацкой». Отпечаток был взят из рисунка в медальоне, который был послан Надежде Фадеевой. Возможно, 1860 год. Скорее всего, это именно та фотография, о которой генерал Ростислав написал следующее. Фотография сделана 20 лет назад в моем присутствии, 18 сентября 1881 года. Фотография, сделанная ориентировочно в 1868 году. Фотография, сделанная в 70-е годы. Репродукция из книги Синета «Случай из жизни мадам Блавацкой». Фотография, сделанная в 70-е годы. Фотография, вероятно, 1870 года. Как говорят, эта фотография была сделана фотографом-спиритуалистом в 1874 году. Эта фотография была сделана Берцли в сентябре 1875 года. В одном из писем, адресованному профессору Корсену, Елена Петровна Блавацкая писала о фотографиях, которые сделал Берцли. Тут важным моментом является то, что Елена Петровна фактически заказала две дюжины портретов, сделанных этим фотографом. Когда уже Берцли пришлет мне остальные портреты, пожалуйста, закажите у него еще две дюжины тех, где я с папироской в руке. Только пусть сделает их покрупнее, если сможет. Если вы ответите, что он уже работает над этим, то к следующему письму я приложу почтовый перевод на 85 долларов. Я полагаю, что он запросит с меня на 13 долларов больше, если я закажу три дюжины. Таким образом, каждая дополнительная дюжина будет по 25. Сможете вы это уточнить? Из письма Корсену, страница 171. Эта фотография была сделана во время визита Блавацкой к профессору Корсену в Итака, Нью-Йорк, сентябрь 1875 года. Фотография, которую сделал Сорони в Нью-Йорке между 1875 и 1876 годах. Еще одна фотография Сорони, сделана в Нью-Йорке между 1877 и 1878 годом. Первая публикация на фронтисписи одной из ранних изданий разоблаченной Изиды. Не первого издания. Эта фотография была сделана между 1876 и 1878 годами в фотостудии Этселла, Нью-Йорк. Эта фотография сделана ориентировочно в 1878 году. Эта фотография была сделана во время ее поездки в Лондон в 1884 году. Она отбыла из Индии 20 февраля 1884 года и оставалась в Лондоне, совершая поездки в Париж до 31 октября 1884 года, когда она снова отправилась в Индию. Фотография 1887 года, когда Елена Петровна проживала в Мейкоти, Краунд-Хилл, Аппер-Норворд, Лондон, в доме Мэйбл Коллинз. Она отбыла из Остенда в Лондон в мае 1887 года. Елена Петровна за своим рабочим столом в квартире на Лэнсдаун-Роуд, 17, Лондон. Эта фотография была сделана утром одного осеннего дня в 1887 году, как раз тогда, когда она только собиралась начать свой рабочий день. Лист бумаги перед ней – это часть рукописи тайной доктрины, так же, как и остальные листы, лежащие на столе. Авторучка, которую она держит в руке – это Американ Голд Пен, подаренная ей редакцией журнала Нью-Йорк Теософист и изготовленная Джоном Фолли. Фотография была впервые опубликована в издании «Путь», Нью-Йорк, том 7, май 1892 года, страница 39. Эта фотография была сделана в 1888-89 годах. Перед вами репродукция из работы Франца Хартмана «Приключения среди розенкрейцеров», страница 48. Следующие пять фотографий представляют работы Энрика Реста, сделанные им 8 января 1889 года. Они были репродуцированы с оригинальных стеклянных пластин, хранящихся в Музее Теософического Общества в Англии. Фотография от 8 января 1889 года Энрико Реста. Впервые опубликована в журнале «Путь» Нью-Йорк, 4 том, февраль 1890 года. 8 января 1889 года Энрико Реста. 8 января 1889 года Энрико Реста. Репродукция с оригинала. 8 января 1889 года Энрико Реста. Репродукция со стеклянных пластин из архива Теософического Общества в Англии. Елена Петровна Блаватская в закрытом кресле-каталке. Фотография сделана в Лондоне в 1890 году. Наиболее вероятно, что это последняя фотография, сделанная в Лондоне в 1890-1991 годах в белой шале и с экземпляром журнала «Путь» в руке. Фотография Блаватской и Алькота снята в октябре 1888 года в Лондоне. На фоторепродукции, которая хранится в собрании сочинений страницы 176 рукой Блаватской, сделанная следующая надпись. Арийскому Теософическому Обществу Нью-Йорка с наилучшими пожеланиями от Блаватской и Алькота. Лондон, октябрь 1888 года. Фотография Безонт, Алькота и Джаджа, сделанная в парке рядом с квартирой по адресу, авеню Роуд 19, Джонс Вуд, Лондон, Англия. Репродукция с печатной фотографией из листы старого дневника, том 4, страница 412. Места проживания Далее будут показаны фотографии некоторых помещений, которые упоминаются в связи с Блаватской. Фотография части здания по адресу Руи Университи, 11, Париж. Елена Петровна ездила в Париж весной 1873 года, где проживала у своего кузена Николая Густавовича фон Ганн. Вскоре она покинула Париж по приказу ближе к концу июня, отправляясь в Нью-Йорк в каюте третьего класса. Еще один вид здания по адресу Руи Де Университи, 11, Париж, весной 1873 года. Октябрь 1874 года. Дом Эдди в Читенден, Вермонт. Блаватская получила указание приехать в дом Эдди, где она познакомилась с полковником Олькотом, 14 октября 1874 года. 22 марта 1875 года. Елена Петровна находилась в доме по адресу Самсон-стрит, 3420, Западная Филадельфия. Полковник Олькот вспоминал, что Блаватская была в Филадельфии с 6 января 1875 года, и он навещал ее 24 марта и еще 4 апреля 1875. В июле она переехала в Бостон, а оттуда в Нью-Йорк. В августе она находилась в Ирвинг-Плейс, 46. С полковником Олькотом произошел один интересный случай, когда он навещал Блаватскую на Самсон-стрит, 3420, Филадельфия. Вот его воспоминания, которые были опубликованы в листках старого дневника, страница 35-36. Блаватская была в Филадельфии, когда она попросила меня срочно приехать к ней и вместе провести несколько выходных дней после моей многодневной напряженной работы. Ожидая, что меня не будет в Нью-Йорке всего 2-3 дня, я не оставил никаких инструкций, ни в своем офисе, ни в клубе, относительно пересылки моей почты. Но обнаружив по приезду, что она едва ли позволит мне уехать в ближайшее время, на следующий день по приезду я отправился в почтовое отделение, оставил адрес, где я нахожусь и попросил все письма, адресованные мне, доставлять по этому адресу курьером. Я не ожидал никаких писем, но думал, что мои люди в офисе, не имея от меня никаких известий, могли направить для меня письмо на почту в Филадельфии, в надежде, что я могу его получить. Потом произошло то, что просто поразило меня. Я почти ничего не знал тогда о возможностях Блаватской и ее мастеров. И даже сейчас, когда у меня уже есть опыт знакомства с их спиноменами, для меня остается загадкой. Чтобы понять, что произошло, давайте представим себе и рассмотрим любое письмо, которое получает адресат по почте. Мы увидим два штампа на конверте. Один на лицевой стороне, который ставит почтовое отделение, отправившее письмо. И другой на обратной стороне, штамп отделения, получившего его. И таким образом, если письмо дошло до адресата с последнего отделения, то на нем будут, как минимум, эти два штампа. А если вдобавок письмо пересылалось через другие отделения, чтобы дойти до адресата, то на нем будут штампы каждого из них. И вот в тот же вечер, когда я оставил на почте свой адрес, почтальон принес мне несколько писем, пришедших издалека. Одно, кажется, было из Южной Америки, или, во всяком случае, из какой-то отдаленной страны, и было адресовано на мой офис в Нью-Йорке. На нем были штампы разных почтовых отделений, кроме отделения в Нью-Йорке. Вопреки всем правилам и обычаям почтовой службы, оно сразу пришло прямо на мой новый адрес в Филадельфии, минуя почтовое отделение Нью-Йорка. К тому же, никто в Нью-Йорке не знал моего адреса в Филадельфии, как не знал его и я сам, когда только уезжал. Я сам лично получил эти письма из рук почтальона, когда собирался выйти на прогулку. Таким образом, письма никак не могли быть подделаны Бловацкой. Фотография коттеджа Ричардсон, дом семьи Корсонов, в Итаке, Нью-Йорк. Бловацкая находилась в этом здании с 17 сентября 1875 года до 12 октября того же года. Находясь в гостях у Корсонов, она продолжала работу над написанием разоблаченной Изиды. Фотография здания по адресу 47-я Вест-стрит, 302, Нью-Йорк, которая была известна как Ламасери. Бловацкая переехала в него в первой половине августа 1876 года, где она оставалась вместе с полковником Алькотом до декабря 1878 года, когда они отбыли в Индию. Репродукция рисунка Ламасери, выполненного Джаджем. Этот рисунок был впервые опубликован в восьмом номере журнала Путь в ноябре 1893 года. Описывая это здание, Джадж писал «На иллюстрации видно, что узкое крыльцо здания выходит на 8-ю авеню. Вход в здание находился со стороны 47-й стрит, ниже задних комнат класса люкс. У Елены Петровны была квартира, которая начиналась в средней части здания и выходила на 8-ю авеню выше помещения магазина. Ее гостиная располагалась в передней части здания. В ней было одно угловое окно и еще два над магазином. Именно эту квартиру называли Ламасери, и здесь была написана большая часть книги «Разоблаченная Изида». Здесь же было завершено ее написание. Вот как Ламасери описывает полковник Алькот. Глухая стена, отделявшая столовую от спальни Блаванской, была полностью занята панно из высушенных листьев, изображавших сцену из тропического леса. У небольшого пруда задумчиво стоял слон. За ним напряженно притаился тигр, и огромная змея обвивалась вокруг ствола пальмы. Входная дверь находилась в угловой части стены, обрезая часть картины. Однажды в сувенирной лавке я нашел хорошо оформленную голову львицы, горящие глаза, раскрытая пасть, напряженный язык и белые угрожающие клыки. Принеся ее домой, я начал искать место, куда можно было бы поместить мой трофей, и обратил внимание на прямоугольник двери. Именно там, сделав вокруг декорацию из длинных сухих листьев, я и поместил ее. При этом, я постарался, чтобы создавалось впечатление, будто свирепая львица смотрела на каждого входящего из глубины джунгли, готовясь кинуться на любого посетителя, сумевшего ее разглядеть. В двух углах комнаты стояли пальмовые ветки, упиравшиеся в потолок и склонившие свои кончики в грациозном изгибе. Небольшие чучело обезьян выглядывали из-под гординных карнизов. Чучело огромной змеи лежало на каминном зеркале, свесив голову на угол зеркала. Огромный бабуин с воротником на шее в белом галстуке, с парой моих очков в руке, книгой развития видов под мышкой и с табличкой профессора Фиски, стоял еще в одном углу комнаты. Большая серая сова сидела прямо на книжном шкафу. Две игрушечных ящерицы взбирались вверх по стене. Швейцарские часы с кукушкой висели слева от камина, небольшие японские горки, разные деревянные статуэтки Будды, крошечные сиамские мартышки разных видов и пород занимали верхнюю полку пианино. Различная настенная декорация, угловые полки и другие мелкие навесные мебельные принадлежности. И в окружении всего этого в центре комнаты стоял длинный письменный стол. Две фотографии интерьера Ламасери. Теперь перенесемся в Индию. Фотография входа в здание, получившего название Воронье гнездо, которое расположено у Кенди, бридж в Бомбее, Индия. Сюда 15 ноября 1880 года была перенесена штаб-квартира Теософического общества на время отсутствия учредителей в Бомбее. 16 февраля 1879 года Гловацкая и полковник Алькотт прибыли в Бомбей на пути из Лондона. 7 марта 1879 года они поселились на Гиргаум-Бэк-Роуд 108 в Бомбее, Индия. Краткий визит во Францию. Фотография, представленная леди Кейтнес со зданием 46 по улице Нотр-Дам-де-Шан, Париж, где одно время жили учредители. Елена Петровна прибыла сюда 28 марта 1884 года. Она и полковник Алькотт уехали из Индии 20 февраля 1884 года. Еще одна фотография здания на Нотр-Дам-де-Шан, 46, Париж. Здесь зарождались планы написания тайной доктрины. Джадж оказывал активную помощь. Фотография здания, которое называли Шотландский замок, дом графа и графини Т-А-де-Мар в Ингьене, возле Парижа. Во вторую неделю мая 1884 года Блаватская была приглашена сюда с трехнедельным пребыванием. Еще одна фотография шотландского замка, Ингьен. Во время пребывания Блаватской в этом доме ее навещали Джадж и графиня Вахмейстер. Поэтому мы представляем и их фотографии. Фотография Джаджа. Ранее мы упомянули, что Джадж навещал HPB в Ингьене. Но он не просто навещал ее, а действовал как секретарь Елены Петровны и вместе с ней работал над написанием тайной доктрины, как в Париже, так и в Ингьене. Он отбыл из Парижа в Индию в конце июня и прибыл в Бомбей 15 июля 1884 года. Из Адьяра он отправился в Лондон в ноябре 1884 года. А 15 ноября 1884 года он уехал из Ливерпуля с прибытием в Нью-Йорк 26 ноября того же года. Фотография графини Констанции Вахмейстер из Швеции. Она пишет в своей книге воспоминания о Блаватской и о тайной доктрине, что она стала членом теософического общества в 1881 году. В мае 1884, находясь в Париже, она получила письмо от Елены Петровны с приглашением навестить ее. Графиня приняла приглашение и отправилась поездом из Парижа в Ингьен. Где она встретилась с Джаджем и Блаватской. 10 мая Елена Петровна пригласила графиню отправиться вместе с ней в Париж. И они совместно совершили эту поездку. Осенью 1885 года графиня предложила Блаватской побыть с ней в Вюртсбурге, Германия. В то время, когда Елена Петровна была занята написанием тайной доктрины. В своей книге графиня описывает, как она оказывала помощь Блаватской. Фото Мейкота. Дом Мейбл Коллинз, расположенный по Элджен Крессент, 77, Краунхилл, Апер Норвуд, Лондон. Блаватская приехала в Лондон 1 мая 1887 года на пути из Остенга, Бельгия. Она отбыла из Вюртсбурга в мае 1886 года, вначале остановившись в Эльберфилде, Германия, до 8 июля 1886 года. И в эту дату она отбыла в Остенг, где она остановилась в Вилла Нова, бульвар Ван Искхам, 10. Еще одна фотография здания по Элджен Крессент, 77, Краунхилл, Апер Норвуд. Фотография здания на Лэнсдаун Роуд, 17, Холланд Парк, Ноттенхилл, Лондон. В начале сентября 1887 года Блаватская поселилась в этом доме, переехав из Мейкота. Переезд организовала графиня Вахмейстер, которая в то время находилась в Лондоне. Фотография внутреннего убранства одной из комнат по указанному адресу. Фотография сделана в 1959 году. Здание по адресу Авеню Роуд, 19, Сан-Джонс-Вуд. Задняя стена здания обвита плющом. Елена Петровна поселилась в этом доме между августом и декабрем 1889 года. Здание было собственностью Анны Безонт. В течение августа 1889 года госпожа Безонт занималась переоформлением этого здания на имя доверенных лиц для использования его в качестве штаб-квартиры британского отделения Теософического общества. Сейчас этого здания уже нет. Написание тайной доктрины было начато в Вюртсбурге в августе 1885 года и завершено в Лондоне в 1887 году. Датой первой публикации этого труда был в октябрь 1888. Ключ к Теософии и Голос Безмолвия вышли в свет в 1889 году. Елена Петровна Блавацкая ушла 8 мая 1891 году в здании на авеню Роуд, 19, Лондон, Англия. Относительно создания Теософического общества Махатма Мория в феврале 1882 года написал Синнету следующее. 17 ноября сего года семилетний срок испытания данной обществу при его основании с тем, чтобы понемногу проповедовать о нас, истекает. 18. Один или двое из нас надеялись, что мир несколько продвинулся интеллектуально, если не интуитивно, что эзотерическая доктрина могла бы обрести интеллектуальное признание и импульс для нового цикла исследований в области оккультного. 19. Другие, более мудрые, как это теперь видится, придерживались иного мнения, но согласие на испытание было дано. 20. Однако было обусловлено, что эксперимент должен производиться независимо от нашего личного управления, что не должно иметь место сверхобычное вмешательство с нашей стороны. 21. Мы нашли в Америке человека, способного стать лидером, человека большого нравственного мужества, самоотверженного, обладающего многими необходимыми качествами. 21. Он был далеко не самым лучшим, но, как мистер Хьюм говорит об Лавацкой, лучшим из тех, кого можно было задействовать. 22. С ним мы соединили женщину с наиболее исключительными и чудесными дарованиями. 23. Вместе с тем у нее были большие личные недостатки, но и такой, какой она была, она оставалась непревзойденной, так как не было на свете более подходящего человека для этой работы. 23. Мы послали ее в Америку, свели их вместе, и испытание началось. 23. Страница 263. Следующие четыре слайда представляют пять членов внутренней группы Лавацкой, которая работала по адресу Avenue Road, 19. Фотография двух врачей. Доктор Арчибальд Кейтли стоит и доктор Герберт Корин сидит. Доктор Кейтли приписывал лекарства для Елены Петровны. 24. Бертром Кейтли. Он вместе с Арчибальдом Кейтли оказывал помощь Лавацкой в издании «Тайной доктрины». Они предложили, чтобы рукопись, которая была передана им Еленой Петровной, для того, чтобы они могли ее прочитать и сделать свои комментарии, была разделена на два тома. Том первый, посвященный Космогенезису, и том второй, Антропогенезису. Таким образом, они подготовили рукопись для передачи ее наборщикам и делали вычитку текста. Первый экземпляр первого тома был получен в типографии Ричардом Хартом 20 октября 1888 года. Второй том вышел ближе к концу 1888 года. 25. Бертром Кейтли в своих воспоминаниях описывает, как он помогал Лавацкой в то время, когда она жила в Мейкоте и работала над «Тайной доктриной». Арчибальд Кейтли и я входили и выходили из ее рабочего кабинета целый день, по мере необходимости, консультируя ее, разбирая бумаги и вообще делали все, что мы могли, чтобы помочь ей в ее работе. Но вечера были посвящены общению на социальные темы, дискуссиям, общим разговорам и встречам с посетителями, все большее и большее число которых заглядывало к нам по вечерам. Лавацкая всегда сидела за длинным столом в своем огромном кресле, спиной к створчатой двери, ведущей в ее рабочий кабинет. Иногда Елена Петровна много говорила, рассказывая разные случаи из ее поездок и из своего опыта, а иногда она была молчалива и беседы о науке, философии или теософии проходили без ее участия, до тех пор, пока, как это часто случалось, она не прерывала беседу и не разбивала все наши теории и идеи каким-нибудь более или менее неожиданным, но всегда удивительным и логичным утверждением или критическим замечанием. Воспоминания, страница 17-18. Фотография Мида. Он помогал Елене Петровне в качестве ее секретаря в то время, когда она находилась в доме на авеню Роуд-19. Господин Мид был членом внутренней группы. Алиса Клиффер, также член внутренней группы. Она сумела убедить бывшего тибетского Таши Ламу написать отзыв о книге Блаватской «Голос безмолвия» и опубликовать ее в Пекине, Китай в 1927 году. Эскизы и карикатуры, нарисованные Блаватской. Одна из граней многостороннего таланта Елены Петровны, равно как ее остроумие и чувство юмора, может быть продемонстрирована двумя карикатурами и различными эскизами, которые она делала в своем альбоме. Первая карикатура Полковник Алькот хорошо знал ее способности в этой области и даже предлагал ей использовать эти способности для дела. Вот что он написал в своей книге «Листы старого дневника». У Елены Петровны одним из способов убить скуку в те часы, когда мы не были заняты разоблаченной изидой, было рисование карикатур на игральных картах, дорисовка костюмов на картинках. Некоторые из получившихся таким образом карикатур были очень смешными. Одна из таких была сделана из десятки трех, где был изображен министрель Шоу. Забавно изогнутая фигурка крайнего министреля выражала торжественное хамство инквизитора, в то время как на лицах остальных благоухало блаженное отсутствие мысли, и это было умело ее подчеркнуто несколькими штрихами. На другой был изображен спиритический сеанс с банджо, аккордеонами и тамбуринами, летавшими по воздуху, с корзиной, перевернутой вверх дном над головой одного из исследователей. Проказливая рожица маленького элементала выглядывала из-под полы одной из дам, в то время как она держала его за крючковатый хвост, представляя себе, что это часть тела ее ушедшего друга. На третьей карте семерки червей было, как мне кажется, два жирных монаха, сидящих за столом, заваленным кусками индюшинного мяса, аккораками и другими деликатесами с открытыми бутылками вина, стоящими под рукой или охлаждающимися в ведерке со льдом на полу. Один из преподобных отцов, у которого были наиболее животные формы, протянул руку за спину, чтобы получить любовную записку от стройной официантки в чепчике и фартухе. Другой был представлен в виде полицейского, хватающего за ногу убегающего вора. На другой карикатуре Блаватской был изображен старый негр, бегущий со своим внуком на руках. Я сказал ей, что мне очень жаль, что она не сделает целую колоду таких карт. Она бы могла получить приличный гонорар за это. Она ответила, что этим следовало бы заняться, но подобное настроение у нее не длится достаточно долго для такой работы. Листки старого дневника, том 1, страница 471-472. Эскизы. Этот эскиз взят со страницы 9 ее альбома для эскизов. На нем изображены две головы, одна в профиль, другая в анфас. Но под эскизами нет никаких подписей. Это эскиз со страницы 24 ее альбома. На нем изображены два оперных певца. Она изображает не только их роли в опере, это опера Фауст, Гуна, но также в графике присутствуют их имена, а именно Терезина Сигнора Митрович и ее муж Агарди Митрович, а также место их выступления в Тифлисе 7 апреля 1862 года. Сигнора Митрович изображена в роли Маргариты, погруженной в молитву перед распятием. И нетрудно догадаться, что за персонаж с дьявольскими глазами выглядывает из-за ее плеча. Мефистофель. В верхнем правом углу написаны два итальянских слова. «Вива чи». «Вива» обозначает шквал аплодисментов, восторженные возгласы, приветствия, а «чи» значит «кому». Это копия страницы 1, ее альбома для эскизов. По краям листа слева и справа надписи на русском языке. Наиболее интересной представляется надпись на французском под эскизом. Набросок морского пейзажа, вероятнее всего, это Рамсгейт, Англия. Перевод этой надписи следующий. «Незабываемая ночь. Та самая ночь при свете заходящей луны в Рамсгейте, 12 августа 1851 года, когда я встретила учителя М. из моих снов». Внизу страницы Лавацкая добавила «12 августа – это 31 июля по русскому стилю. Это день моего рождения. 20 лет». Графиня Вахмейстер вспоминает случай, который произошел, когда Блавацкая находилась в Вюртсбурге, Германия. Госпожа Фадеева, тетя Елены Петровны, отправила ей из России посылку с различными сувенирами. Среди них был и буклет, который графиня назвала альбомом. Елена Петровна увидела эскиз морского пейзажа и сдала восторженный возглас и сказала, «Идите, посмотрите на это. Я написала это в 1851 году, в день, когда я увидела моего благословенного учителя». Затем графиня спросила Елену Петровну, почему она написала «Рамсгейт» вместо «Лондона». И Елена Петровна сказала, «Мне, что это было сделано специально, чтобы никто, случайно взявший ее альбом, не узнал, где она встретила своего учителя, и что ее первая беседа с ним произошла в Лондоне, как она ранее уже говорила мне». Воспоминания страница 57-58. Герб внизу страницы, выполненный пером и чернилами, отображает ту или иную ветвь рода фон Ганн, где петух является одним из символов. Немецкое слово «ханг» обозначает петух. На следующих четырех слайдах представлены рукописи Елены Петровны Блаватской. Страница 1 работы Елены Петровны Блаватской «Важные заметки» в рукописном виде. Это со страниц 20 и 21 ее альбома для эскиза. Дата отсутствует, но последний параграф заметок говорит, что это было написано еще до выхода «Тайной доктрины». Страница 2 «Важных заметок». Текст напечатан на странице 73 первого тома «Собрание сочинений». Последний параграф гласит, «М. передал приказы сформировать общество. Тайное общество наподобие ордена Розенкрейцера. Он обещает помочь. HPB». Копия отрывка рукописного письма Блаватской «Синнету» опубликована как письмо номер 134 в письмах «Махатм Синнету» страница 461-464. Этот отрывок находится на странице 461. Продолжение рукописного письма «Синнету» от Елены Петровны. Этот отрывок напечатан на странице 462. Фоксимильная репродукция осаждения, выполненная Еленой Петровной в марте 1874 года. С правой стороны кто-то от руки дописал следующее. Этот незаконченный карандашный скетч был написан почтенной леди, абсолютно незнакомой с этим искусством, на Юнион-сквер, Нью-Йорк, в присутствии нескольких человек и в течение не более 30 минут. Это было совершено в марте 1874 года, более чем за год до этой записи и пока может быть отнесено к не имеющим стоимости наброскам на постельной доске. Ниже этого осаждения рукой Блаватской сделана следующая надпись. Результат получасовых экспериментов в темной комнате, подаренная ее любезным друзьям Эпес Сарджент от Блаватской. Об Эпес Сарджент Елена Петровна писала, возможно, среди всех сегодняшних спиритуалистов-писателей никто не вызывает больше уважения своим характером, образованностью и потенциалом, чем Эпес Сарджент из Бостона, Массачусетс. Его монография под заголовком «Осязаемое доказательство бессмертия» заслуженно занимает высокое положение среди других трудов по этому предмету, разоблаченная Изида, страница 220. Можно отметить, что слово «попытки», помещенное Блаватской в кавычки, свидетельствует о ее усилиях осуществить осаждение, поскольку сделать карандашный рисунок в темной комнате невозможно. Некоторые элементы осаждения можно рассмотреть более подробно. Вверху рядом с пальмами изображена Аврора, римская богиня Зари, которая аналогична греческой «Эос». Она была дочерью Титана Гипериона и Теи и сестрой продолжения текста на следующем слайде. Гелиоса и Селены, Солнца и Луны. От Титана Астрея она родила ветры с Венеры и звезд Зефира, Нота и Борея. Гомер изображает ее, как встающую каждое утро из ложа Титона и едущая с востока на колеснице, запряженной конями Лампасом и Фаэтоном, чтобы нести свет богам и людям. Из-за розовых оттенков света Зари Гомер называл ее богиней с розовыми перстами. В верхнем правом углу изображен Харон. Харон был сыном Эреба и Никты, Ночи. Его обязанностью было перевозить через Стикс и Ахерон души тех умерших, над которыми был правильно совершен ритуал погребения. Из-за своей услуги он получал один обол, монета, который вкладывался в рот умершего. Он обычно изображается, как угрюмый и злостный старик, и к нему относятся, как к символу смерти и подземного мира. В центральной части на переднем плане изображено пышное дерево, на ветвях которого сидят большие птицы. Символизируют ли они Феникс? Ниже дерева находится замок. Возможно, это замок мудрости? Охраняемые львом на верхней ступени лестницы восседают птицы с пышным оперением. Ниже лестницы можно видеть лебедей и пустую лодку. Эта репродукция также опубликована в книге Мэнли Холла под названием «Феникс». Здесь изображена надпись, которую Елена Петровна сделала на своем экземпляре книги «Голоса безмолвия» от HPB Елене Петровне Бловацкой «Без добрых пожеланий». Эту апокалипсическую подпись можно интерпретировать следующим образом. Когда мадам Бловацкая действовала как Нерманакая, она подписывалась как HPB. Затем, когда аспект Нерманакая не проявлял себя, она подписывалась как Елена Петровна Бловацкая. Печать Бловацкой, которую она сама разработала в оригинальном цвете. Она ставила ее на своей почтовой бумаге и проставила на каждом томе ее собрание сочинений. В заключение мы предлагаем фотографию дома Елены Петровны Бловацкой, в котором она родилась. Он находится в Днепропетровске, Украина. На этом здании в 1991 году была установлена памятная доска. Эта фотография сделана Юрием Горбуновым в 1986 году и использована в этом фильме с его разрешения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова